добро пожаловать на канал астрора сегодня в этом видео друзьям уделим внимание моментам вашей жизни которая оградят вас от бед от неудач и проблем очень важная цена информация мы рекомендуем всем прослушать до конца каждый из людей которые нас от относятся нас окружают и относятся к нам по-разному и в данном случае мы имеем в виду не только то отношение которое мы видим но это что человек испытывает к нам в своей душе одни радуются когда у нас все хорошо когда все получается мы добиваемся успехов у нас получается построить счастливую семейную жизнь от таких людей мы получаем положительные посылы что не только укрепляет наше биополе но и притягивает еще больше хороших событий в нашу жизнь из еще другая категория людей которые огорчаются когда у нас что-то получается если у нас происходит неприятности в этот момент им весело им радостно таких людей мы получаем к сожалению негативные эмоции но знаем что от них можно ожидать поэтому либо мы с ними прекращаем общение либо же если не можем по каким-то причинам это сделать то выставляем защиту через которую негатив уже не может попасть в нашу жизнь если третья категория людей которые возле нас находится только потому что им это выгодно часто такие люди умеют притворяться попадая в категорию друзей близких людей часто в такую категорию попадает к сожалению и родственники третья категория людей к сожалению очень опасно так как они отправляют нечистосердечные посылы которые приносят нам вред самые неподходящие моменты такие люди чисто завистливы и могут даже сглазить у каждого из вас бывало такое что рассказав кому-то своих намерениях происходит так что все что задумалась изначально получается в точности да наоборот вы начинаете думать что не все продумали что где-то вы сами допустили ошибку чего-то не заметили а на самом деле это происки третьей категории людей так как вы им рассказали они вам позавидовали тем самым отправили к вам сильный негатив который попав к вам перекрыл потоки для поступления нужных вам энергии соответственно все пошло не так как вам хотелось изначально вы должны понимать что вам нужно придерживаться придерживаться определенных правил и тогда вам не о чем будет переживать и так не стоит никогда и ни с кем делиться планами кроме своей самой близкой семьи вашей второй половинки ваших детей и родителей займитесь своим делом которое вы планировали и все кому надо и не надо увидят конечный результат но сделать изначально ничего уже не смогут поэтому ничего не помешает вам добиться желаемого проблемы не будут накапливаться и мешать вам двигаться вперед а если и возникнут на определенном этапе вы быстро сможете с ними справиться даже если вы что-то и запланировали начали об этом рассказывать и определенный человек вам позавидовав у вас никогда ничего уже не получится как бы вы не старались это изменить и добиться поставленных планов даже если вам будет казаться что вот-вот и вы уже все сделаете произойдет вновь какая-то непредвиденная ситуация которая разрушит все ваши планы поэтому возьмите за привычку сначала сделать а потом рассказывать а что еще лучше сделайте а люди сами все увидят не всегда жизнь которая находится на всеобщем обозрении складывается удачно очень часто все получается в точности да наоборот чем люди будут бу меньше знать о том что происходит вашей семье ваша личной жизни с финансами тем удачнее ваша жизнь будут складываться и будут только приумножаться все то что вы имеете и не будут происходить неприятные события которые способны вносить коррективы в задуманное сегодня будете этого придерживаться то в результате потеряете то что у вас уже есть на данном этапе помните счастье любит тишину и уют запомните это простое правило только ваша семья самая близко должна знать что с вами происходит ваша вторая половинка должна быть и вашим самым близким другом так как этот человек всегда подставит свое плечо поддержит они будут завидовать вашим успехам и желать оказаться на вашем месте часто мы стараемся быстрее рассказать окружающие о том что мы планируем о приятном событии которое вроде как скоро произойдет так как стараемся похвастаться проявить свое превосходство но не стоит думать что хвастаясь своими достижениями достижениями своих детей и внуков вы поступаете правильно это лично ваша и на вашем деле на ваш на самом деле никому не нужно людям не интересно на все это смотреть это приведет только к тому что вы будете притягивать различные неприятности в свою семью и не приносить ничего в этом хорошего вы можете похвастаться в тот момент когда у какого-то человека будет что-то не ладится в этот момент он не контролируя свои эмоции отправит к вам негативный посыл который испортит и разрушит тот чем вы ранее хвастались отберет положительные энергии вам уже повторно будет трудно это получить если вы зададите себя вопрос а зачем я это делаю зачем я хвастаюсь когда вы начнете на него отвечать вы увидите что ничего хорошего ваших действиях нет а порой и вы не сможете ответить на вопрос зачем вы это делаете не стоит избывать что хвастовство это не только некрасивая черта в характере но и способная притягивать негатив поэтому если она вам присуща избавьтесь срочно от нее пока сами себе не навредили когда вам задают вопрос о вашем здоровье о здоровье близких вам людей не стоит отвечать что все отлично что все превосходно так как человек который задает этот вопрос может не очень хорошо себя чувствовать и в такой момент от снова таки пожелает чтобы у него было такое самочувствие а вы если у вас на данном этапе ослаблено биополе подберете его проблемы со здоровьем себе от него не наоборот уйдут поэтому лучше выбирать какие-то нейтральные слова например нормально слава богу так вы и жалеться на свое здоровье и близких не станете чем не притянете негатив но и убережете себя от посылов который данный человек может вам отправить после вашего ответа то же самое касается и крупных покупок такие как квартира машина дорогая техника не стоит об этом всем рассказывать так как многие понимают что такого как у вас у них не будет и всей душой во время вашего рассказа будут желать чтобы это изменилось что в результате не принесет вам от данной покупки положительные эмоции она быстро сломается что-то произойдет и вам нужно будет уехать из квартиры или начнутся ссоры в семье переходя домой вы не будете ощущать счастья наоборот вам будут хотеться скорее уйти из дома если вы едете в дальнюю командировку на отдых или же по какому-то важному делу не нужно об этом рассказывать наперед никому когда доберетесь на место расположитесь и тогда можете поставить в известность кого посчитаете нужным если эта поездка по важному делу то они нужно рассказывать только тогда когда у вас уже будет результат который вы ожидали если когда вы будете куда-то направляться вам будут задавать постоянные вопросы на них лучше все-таки отвечать нейтрально иначе дело по которому вы будете направляться будет неудачным отдых вот наполнен неприятностями а командировка будет иметь абсолютно противоположный результат тому который вы ожидали помните друзья об этих советах и рекомендациях